Глава шестнадцатая. Башни. Видите? Мы остаемся истинным воплощением любезности. Даже перед лицом грубых обвинений нам нечего скрывать. Мэйнхэттен. Больше двухсот лет назад это был процветающий шумный центр. Мэйнхэттен провозгласили самым многонациональным городом во всей Эквестрии. Здесь жили или работали миллионы пони. Он также был домом самым элитным кругом эквестрийского общества. Затем, в мгновение, Мэйнхэттена не стало. Миллионы жизней были поглощены вспышки света, жара и магической энергии. Еще сотни тысяч были убиты взрывной волной и жутким зеленым пламенем. Теперь же все, что осталось от Мэйнхэттена, вследствие апокалипсиса, это мэйнхэттенские руины, многокилометровые лабиринты разрушенных и опустошенных построек, в тени скелетов небоскребов, возвышавшихся над землей, словно над гроби. Пони вправе задаться вопросом, как такой холокост вообще можно было допустить? Как враги Эквестрии смогли тайно доставить разрушительное оружие в самое сердце нашего крупнейшего и величайшего города? Мне стало проще понять это теперь, когда я знала, что крупнейшая компания в Мэйнхэттене, заведующая общественным транспортом, руководилась предателями, верными врагами Эквестрии. И что подвал этого самого здания являлся плацдармом для операции «Зебр». Я посмотрела в глаза зомби-зебр и поняла, что именно так они доставили жар-бомбу в Мэйнхэттен. Что именно эти зебры не тисли ответственность за убийство миллионов. Я также поняла, что мини-стоило под четырьмя звездами не дотягивало до уровня качества Стоилтек. Наряду с вредом, причиненным экспериментами Стоилтек, эти пони действительно знали, как строить убежище. Здешняя посредственная стойла не способна была остановить поток магической радиации, превратившей зебр и почти дюжину пони в омерзительных существ. И да, я осознала, что они не столько зомби, сколько гули. Я бы сказала, что мне все равно, но часть меня действительно надеялась, что они гули, когда я отступила с дороги. Стилхувс, задай им из всего, что у тебя есть. Туман рассеялся к середине дня, открывая перед нами кладбище Менхэттенских руин во всех неприглядной красе. Мы шли друг за другом по одному из двух монорельсовых путей ветки Луны, рассматривая сверху кварталы города, от которого остался лишь щебень. Повсюду громоздились разрушенные и разграбленные здания, почерневшие повозки и колесницы, осколки и мусор, что собрались вокруг металлических уличных фонарей. Но вот скелетов не было. Живые существа Менхэттена были стерты в прах, смешавшись с прахом миллионов вещей, гонимых ветром. Я начала замечать некоторые места, где все еще полыхало зеленое пламя. Интересно, каким образом магический огонь смог продержаться так долго? Ветер нес частицы ржавчины и пепла, а также запахи городского кладбища. Симфония скрипов и стонов наполняла город, смешиваясь со звуками осыпающегося и рушившегося бетона и лязгу металла под резкими порывами ветра. Иногда доносившиеся издалека звуки перестрелок напоминали нам, что где-то среди развалин промышляют рейдеры, мародеры и другие пони, с которыми лучше не встречаться. Вспышкой зеленого и золотого промчалась у нас из-за спин. Потрясающая птица, устрашающая и в то же время красивая, кружила над нами, расправив крылья. Ее глаза, похоже, светились, а из клюва вырывались язычки огня. «Что это?» — спросил Вельвет с благоговением в голосе, прежде чем я сама смогла подобрать слова. «Жар, Феникс!» — ответил Стил Хувс, слегка присвистнув. Зеленая с золотом птица завершила круг и устремилась прочь, через затененные улицы, исчезая из виду. Мы снова продолжили путь. Все, кроме Вельвет, все еще заворуженно стоявшие на месте. Она повернулась к Стил Хувсу и хрипло потребовала. «Расскажи мне о них!» С тихим ржанием мы снова остановились. Я засмотрелась на испорченный рекламный щит, где изображение бутылки Спартколы Рат, похоже, действительно светилось. «Это!» — как копытом промеж глаз, со вкусом радиски. Рекламные щиты были понатыканы вдоль ветки луны, словно сорняки. Сады Мейнхэттена были крупнейшим заповедником в стране. Там проживали самые восхитительные и экзотические существа. И все они были моментально кремированы, когда жарбомба зебр взорвалась. Кроме фениксов, конечно, у них ведь совсем иное отношение к огню. Но магическая радиация полностью изменила их природу. Стил Хувс усмехнулся. «Я бы не стал пытаться приручить феникса. Он ведь дышит огнем!» Избитая, морского цвета кобылка, выбежала из магазина и помчалась по улице. Она кричала, слезы лились из ее глаз. Десяток рейдеров в старых шлемах роллеров гнались прямо за ней, выпрыгивая из окон, выламывая двери у люка и хача, потрясая разноколеперным оружием. «На помощь!» Она споткнулась на бегуну, удержалась на ногах и побежала дальше. «Кровь текла между ее бедер. Я видела это сквозь прицел. Пожалуйста, кто-нибудь, помогите!» Судя по всему, рейдерам надоело насиловать ее просто так, и они решили немножко размяться, дав ей возможность сбежать и теперь устроив гонку с преследованием. Похоже, для них это был единственный любимый вид спорта. С высоты ветки луны мы находились слишком далеко, чтобы эффективно использовать ЗПС для прицеливания, так что я навела ствол на первого рейдера, пестро-коричневого, с кьюти-маркой в виде черепа с горящими глазницами и прицелилась, как учил Каламити. «Хорошо! Теперь замри и пульни по ним!» Я магией потянул за спуск. Три пули вылетели из зебринского автоматического карабина. Бесшумное оружие, как я уже поняла, было не совсем бесшумным, но приглушенный звук унесло выстрелом, а вес глушителя помог смягчить отдачу и не сбить прицел между выстрелами. Пони-рейдер вспыхнул огнем и повалился на землю в конвульсиях. Я отступила, пролевитировав карабин, чтобы проверить обойму. Нет, я не зарядила случайно магические пули. Зебринская винтовка сама их зачаровала! Рог туда, где у Селестии не сияет! Есть ли это оружие, с которым зебры ходили на поле боя? Крики кобылы жертвы вырвали меня из раздумий. Каламити дважды выстрелил. В снайперский прицел я увидела, что трое из налетчиков уже мертвы. Один из трупов пылал, как костер, а другие рассредоточились. Паникующая кобыла вскрикнула, когда, споткнувшись о поваленный фонарь, упала и заскользила по усыпанной мусором улице. Один из рейдеров все еще пер на нее. Я подняла ствол, да так и застыла пораженной увиденным. Негодяй оказался жеребенком с пустым боком. Я смотрела в прицел зебринского карабина, за молодым пони слегка дрожа. Он носил детский шлем для роллеров, в зубах был зажат зазубренный нож. Я видела ее кровь на нем. Я сосредоточилась, спуск зебринского карабина, он начал медленно опускаться. Не могу! Это же жеребенок! В ужасе я смотрела, как он догнал упавшую кобылу, вскинул голову, чтобы нанести удар ржавым лезвием. Справа громохнул выстрел. И тело жеребенка отшвырнуло к стоящему на подалеку почтовому ящику. Я опустила зебринский карабин и в шоке уставилась на каламете. По другую сторону от него стояла вельветри меди с неописуемым выражением ужаса на мордочке. Чвой! Удивился пегас перед тем, как слететь вниз на помощь кобылке. Я че, твой мишень забрал? Пони веселые. Зебры не испытывают радости и страшатся ее. Пони честные. Зебры всегда лгут. Пони верные. Зебры предадут вас. Пони щедрые. Зебры эгоистичные и жадные. Пони заботятся друг о друге. Зебры заботятся только о себе. Я уставилась на рекламный щит и подумала. Ого! Это... Это же просто неправильно! Признесла вельвет, нарушая неловкое молчание, которое стало нашим спутником после того, как каламете подстрелил жеребенка рейдера. Двойной монорельсовый путь заложил изящную дугу. Рекламный щит возвышался над висящими контрфорсами приземистого небоскреба, расположенный так, чтобы пони-машинисты могли видеть его, когда приближались к повороту. Каламете улетел вперед. Больше, чтобы дать нам место, чем для разведки. Линия Луны казалась безопасной. Я очень хотела праздничную менталку. Хоть и не особо в ней нуждалась. Мне просто вновь хотелось получить удовольствие от безупречной и быстрой работы мозга, обострившихся чувств и кристальной ясности мыслей. Если это то, что я получал от праздничных менталок, я начинал задаваться вопросом, что же они делали с Пинки Пай. Я поймала себя на раздумьях о четырех звездах снова. На основании документов, найденных в мини-стоиле, тех, что остались после того, как Стил Хувс разгромил там все, зачищая его от зебр. Рейд Министерства Морали случился в то самое утро, когда взорвалась жарбомба. Мне пришло в голову, что мега-заклинание уже было в пути к месту назначения, когда рейдеры начали атаку. Министерство Морали вызвало стальных рейнджеров. Те уже знали, куда и зачем идут. Знали, где искать, кого допрашивать. Это все из-за работы ее подчиненных? Или же Пинки Пай до всего дошла своим чутьем, усиленным праздничными менталками? Я больше склонялся ко второму варианту. Неважно, каким негативными эффектами из-за пристрастия к ПРМ подверглась Пинки Пай, у нее была интуиция на грани с предвидением. Предатели страшились ее министерства. Она превратила их всех в суетливых параноиков. И неважно, что говорили про нее, Пинки Пай удалось оказаться до обидного близко к спасению Мейнхэттена. Я остановилась, окинув взглядом опустошенный городской лабиринт. Миллионы пони погибли здесь. Их спаситель бежал на перегонки со временем и проиграл. Надо было отлично что-нибудь другое. Я включил радиопередачу DJ PON 3 и стал слушать ее через наушник. Хотя это всего лишь для видимости, я уже и так знал о всей песне наизусть. Я надеялась, что в принесенных нами записях диджей найдет что-нибудь для обогащения своего репертуара. Горячие новости! Объявил DJ PON 3 в перерыве между композициями. Только что был получен отчет о слабом сигнале бедствия, слышимым у башни подковы. Похоже, что когти Блэквинг умудрились вылипнуть по самой клювы. Да ты не волнуйся, Блэквинг. Башня подковы очень близко к участку шерифа Роттингтейла. Может, кто-то из его гулей хочет протянуть вам копыта помощи? Ах да! Вы же со своими наемниками всех их порешили. Ну что ж, тогда удачи вам! Это был DJ PON 3 с напоминанием всем пони в эквестрийских пустошах. Что посеешь, то и пожнешь. Каламити летел обратно. Я выключил радио на пипбаке, когда он приземлился на монорельс и объявил. Вам это понравится! Спустя несколько минут мы протопали достаточно далеко, чтобы увидеть то, о чем нам говорил Каламити. Впереди ветвь Селестии проходила над ветвью луны на высоте 20 футов. Ну и как же мы пойдем туда? Не без издевки поинтересовался Вильветри Меди. Каламити закатил глаза и захлопал крыльями. Я принесу вас в окак. Хотя, походу, наш стальной дружок будет тяжеловат для меня. Я могу левитировать его, пока ты меня несешь, предложила я. Каламити кивнул. Лады, только будь осторожен, тхилпип. Ты же не хочешь встревожить кровокрылов. Кровокрылов? Я пролевитировала бинокль, осмотрела линию Селестии и съежилась, когда увидела их. В тени, под монорельсом, висели десятки гигантских, гротескных, летучих мышей-мутантов. Ахась! Лучше бы нам торопиться, чтобы добраться до Тенпони до ночи. Не хотелось бы остаться на улице, когда она настанет. Сколь тяжело было забраться на линию Селестии, столь же легко было спуститься с нее. Уже наступали сумерки, когда мы обогнули повороты, встретились с грациозной аркой потускневшего серебра и загнувшись над монорельсом. Через арку мы наконец смогли увидеть башню Тенпони во всем ее на удивление хорошо сохранившемся великолепии. Мы часами видели ее лишь мелькавшей между зданиями и над ними, и только сейчас смогли оценить размеры и сложность всей конструкции. Больше половины окон светилось, многие из них потрескались, но в целом были не тронуты. Каждые 12 этажей здание сужалось, опоясанное балконом, в сеточной ограде которого виднелись следы грубого ремонта. С одной стороны башня вся почернела и провисла, покрытая заплатами всевозможных укреплений, добавленных на протяжении постакополептических десятилетий. Вывеска с названием свалилась в мощеный булыжником двор. Огромная радиовышка устремлялась с крыши прямо в небо. Под потускневшей аркой висел логотип. Министерство тайных наук. Центральная станция Мейнхэттена. Входя на станцию, мы увидели пони охранников, забаррикадировавшихся за массивными стальными стенами и наблюдавших за нами через узкие щели. Стены станции были украшены картинами с изображением пони в натуральную величину. Когда-то эти картины были защищены магическими энергетическими полями, вроде заклинания щита Вильветри Меди. Сейчас же почти все они почернели, были повреждены, многие оказались совершенно испорчены после того, как щиты рассеялись и поддерживающие их драгоценные камни были украдены. Все, за исключением одной. Я прыгнул на тротуар и подошла поближе, чтобы лучше ее рассмотреть. Края картины были обуглены, краска вокруг пузырилась, но защитное поле все еще работало. Остальные остановились, ожидая меня, но я помахал им. Я просто хочу осмотреться, я вздогоню! Мои спутники кивнули и побежали дальше. Твайлайт Спаркл выглядела на этой картине как минимум лет на десять моложе, чем в шаре памяти Пинки Пай. И значительно счастливее. Она была окружена четкими цветами осени. На заднем плане можно было разглядеть силуэты множества пони. Кьюти Марк Единорожке была скрыта табличка с номером десять. — Забег листьев! — объявил голос позади меня, испугав так сильно, что я чуть не отпрыгнула назад навстречу пропасти и смерти. Затем, переведя дух, повернулась к спрайт-боту, который, казалось, возник из ниоткуда. Твайлайт Спаркл бегала каждый год в Панивилле. Никогда не выигрывала. Мне кажется, металлический голос звучал ностальгически. Даже когда министерство требовало все ее время. Я смотрел на фиолетовую пони с десяткой на боку, потом взглянула на небоскреб, который когда-то был центром министерства магии. Массивные буквы, образовывшие его название, отворились и теперь валились кусками на земле. Затем оглянулась и спросила. — А откуда ты знаешь твой... Но со статическим треском бот переключился опять на музыку, наблюдателя уже не было. Я нахмурилась, глядя, как сферический робот уплывает прочь и подумала. Мне только кажется, или разговор с наблюдателем становится все короче и короче. — Пони не могут просто войти в башню Тенпони! — сообщил нам охранник через домофон. Огромные красные буквы, написанные на воротах, составляли надпись «Зомби вход воспрещен». — У нас есть дело, Диджей Понт-3! — заявила Вильвет Ремеди возвышенно. — Хотя, если хотите объяснять ему, почему вы послали нас... — Диджей Понт-3 ждет вас, что ли? — Безусловно, — вкратчиво солгала Вильвет. — Если бы я была на твоем месте, я бы не заставляла его ждать. — Всех вас! — охранник был настроен скептически. Вильвет Ремеди сделала чрезмерно драматический вздох. — Это мой телохранитель, — заявила она, указывая на Каламити. — И я уверена, вы признаете член остальных рейнджеров. — Э-э-э-э-да. И... Вильвет посмотрел на меня, кажется, не зная, что сказать. — Ремонтник Тостеров! — поспешно предложила я. — Все наградили меня странным взглядом. — Верно. Его тостер сломался. Охранник молча рассматривал нас. Наконец Вильвет Ремеди сказала. — Послушайте, хотя с радостью просто осталось бы здесь, в то время как вы нарываетесь на неприятности из-за того, что не впустили нас, снаружи уже темнеет. Возможно, сто крышек помогут ускорить процесс? — Двести. — Сто двадцать пять. И я не скажу, Диджей Пон, что вы пытались вымогать его у гостей. — Идет. В дверь открылась бойница. — Просовывайте крышки сюда, а потом войдете. — Я начала доставать и отсчитывать крышечки. Мне уже давно хотелось разложить их все в мешочке по двадцать для облегчения подобных задач. Две сотни крышек были довольно большой суммой для нас, но я не беспокоилась, ведь у нас было много оружия и боеприпасов для продажи внутри башни. — И еще, — добавил охранник, — вам придется разоружиться перед прохождением через контрольно-пропускной пункт. — Рок им в... — Ты сберешь мое боевое седло только с моего холодного, окоченевшего... — Охранник усмехнулся. — Не обязательно. — Вы не должны сдавать свое оружие и боевые седла. Только патроны. Все патроны. Я подняла брови от удивления. Это неожиданно. Также резко сокращается список наших товаров и торговли. Но, по крайней мере, остались самые дорогие и тяжелые предметы из этого списка. Когда мы проходили через КПП, из кабинки охрана выбежала единорожка и провела своим рогом над нами. Каждая обойма, пуля, граната, ракета засверкали и стали видны даже сквозь металлическую броню стилхувза. — Ремонтник тостеров! — проговорила она со скромной улыбкой, когда ее взгляд прошелся по моим снайперской винтовке, боевому дробовику, зебринской винтовке, штурмовому карабину. — Фейс-хув. — И стальной рейнджер? — спросила она, когда сняла ракеты с левой стороны боевого седла стилхувза. — Какова ваша история? Стилхувз заржал. — Я тут, чтобы просто убедиться, что у вас больше нет проблем с гулями. — А-а-а, нас это уже не беспокоит, — улыбнулась она, — но все равно спасибо. — И по делу моим. Нельзя позволять этим мерзким гулям повсюду расхаживать. Каламити бросил на стилхувза темный взгляд. Вельвет Ремиди усмехнулась себе под нос, но достаточно громко, чтобы все ее слышали. — О да, они действительно неприглядны. Не могу себе представить ничего хуже, за исключением, может быть, убийцы-жеребят. Каламити заржал и закатил глаза, надвинув шляпу на лоб. — За считанные минуты мы были лишены всех наших боеприпасов. — Вы получите все назад, когда будете уходить, — пообещала единорожка с важным видом, когда сгребла все это в свою телекинетическую хватку и унесла в караульное помещение. — Я чувствую себя как будто голым, — пожаловался Каламити. — Но, по крайней мере, у моего оружия они лишь понизили эффективность до уровня высокотехнологичных палок и камней. — Возможно, вы сможете купить резиновые пули у шефа Гримстара, если чувствуете, что вам это действительно необходимо, — сообщил единорожка, входя в караулку. Каламити и я обменялись взглядами. — Я в первый раз слышу, чтобы кто-то применял нелетальные боеприпасы. Раздался громкий лязг внутреннего механизма богато украшенной двойной бронированной дверью. Она распахнулась внутрь, предоставив взору, отделанная мрамором и освещаемая канделябрами в фойе башни Тенпони. — На нас постоянно косились. Идея о высшем обществе была совершенно чужда мне. У нас стоили два. Ничего подобного этому славы Селестии не было. Пустошь была грязным, разрушенным, прогнившим и явно не аристократическим местом. Единственным поводом ходить в местах типа Новой и Плуза с задранным носом было нежелание вдыхать вонь того, на что наступаешь. — Давайте поспешим и найдем место, где устроиться, — заторопился Вельвет. — Мне нужно принять ванну. — Блинство! Из-за этих ребят я чувствую себя, как будто и мне надо принять ванну, — сказал Каламити, сгибаясь под тяжестью взглядов. — А так оно и есть! Я кивнул, раздумывая о том, как же мы найдем здесь место, где остановиться. Мы проходили через мезонин полный первоклассных магазинов, ну, по крайней мере, первоклассных относительно всех остальных на эквистрийской пустоши. Если бы мы захотели здесь что-то купить или продать, то для Вельвета было бы полно работы. И я подозревала, что она была единственной, у кого имелось достаточно коммерческой смекалки, чтобы местные продавцы вообще захотели с ней говорить. — Вельвет, кажется, читала мои мысли. — Как только помоемся и отдохнем, мы должны разойтись. Я возьму наши товары, продам их, а затем куплю нормальную одежду, чтобы не выделяться в толпе. Литл Пип, а ты должна похлопотать насчет встречи с Диджей Понтри. И я согласилась. — А я отречу мастерскую. Поработаю чутко над боевыми седлами. До путешествий с Литл Пип у меня всегда был только один тип патронов. — Хочу сделать быстрый способ смены типов пуль. Будет неплохо использовать резиновые пули, если того потребуется ситуация. Он взглянул на Вельвет и меня. — И давайте-ка мне свое оружие, чтобы я над ним проработал, пока времечко есть. Вельвет Ремеди пролевитировал свой игольный пистолет к нему. — Ситуация? Вроде стрели бы по жеребенку, что ли? Каламити заржал. — Неа. Я вижу рейдера, и я делаю в нем дырки. — Рыжий пони смотрел вызывающе на Вельвет и гордо добавил. — Это моя политика. — Это был ребенок! Вельвет Ремеди зашипела, топнув копытом. Я оглянулась по сторонам. Мои спутники вот-вот закатят скандал. — Так, давайте-ка отложим все эти... — Любой, кто выбрал быть грязным, кровожадным рейдером, будет продрявлен, как взрослый, — настаивал Каламити. — И ты думаешь, у жеребенка или кобылки в данной ситуации есть какой-либо фактический выбор? — Глаза Каламити сузились, и он склонил голову. — Ну, может, и нет. Но это не означает, что я дам ему свободно насиловать и убивать, даже когда он еще не получил свою кьюти-марку. Его потенциальные будущие жертвы не заслуживают этого. В голосе Каламити появились опасные нотки. — В случае, если ты не заметила, мой маленький насильник там... — Да соткнитесь уже! — ряфнула я. — Клянусь богинями, я собираюсь расставить вас обеих по углам. Вельветри Меди Каламити ощетинились. Но мгновения тишины было достаточно, чтобы они успели осмотреться вокруг и понять, что это не место для спора. Оба молчали весь вечер, пока я искала для нас место в люкс-апартаментах Голдентейла. Нам досталась красивая комната, мраморные стены лишь немного потрескались, сдвоенная ванная была лишь слегка заляпана, и простыни не слишком изношены и протерты. Я, вероятно, заплатила вдвое больше, чем могла бы добиться Вельвет, но я была счастлива уже тому, что увела их с публики. На следующее утро настроение у нас улучшилось. Мы приняли ванну и постирали одежду. Каламити провел большую часть утра, подшивая и латая броню. Мой бронированный комбинезон был весь засохшей крови и в дырах от пуль. Тем временем Вельветри Меди упаковала оружие и найденные вещи на продажу, и ушла до открытия магазинов, намереваясь осмотреться. Я провела утро без маковой рассинки во рту. Мы решили, что подождем, пока не вернется Вельвет с новой одеждой, прежде чем отправиться покупать еду. Тут имелся шикарный ресторан, мимо которого я прошла на пути в Голдентайл, и меня уже тошнило от консервов и двоенной пищи, которых, как напомнило Вельвет, у нас почти не осталось. Я воспользовался шансом расслабиться и почитать лежа на одной из кроватей. Я уже почти прочла все книги, какие у меня были, и сначала собиралась отдать большинству из них единорожки на продажу, но потом все-таки решила, что лучше их сохранить и начать собирать свою домашнюю библиотеку на узловой станции Р-7. Когда Вельвет Ремеди вернулась, принося обновку, нашелся даже величественный плащ для стилхуза, я чуть не грохнулась с кровати, увидев ее. У нее была новая прическа, одета она была в новое стильное платье и соответствующие ему ювелирные украшения. Единорожка захлопала пушистыми ресницами, и я почувствовала слабость. Часть меня ненавидела ее за то, что она заставляет меня так сильно ее хотеть. О, Вельвет, ты выглядишь! Каламити покраснел, будто перегрелся. Ну хватит для оставшихся крышек, чтобы позавтракать! Она ликующе взглянула на него. Безусловно. А еще хватит, чтобы пройтись по магазинам. Что у них есть? Ох, вы не поверите! Эти пони перешли на совершенно новый уровень торговли. Двумя этажами ниже есть магазин, который продает только сыры. Прямо напротив магазина, который продает только вино. Пафосно, как и следовало ожидать. Но Вельвет Ремеди так же пренебрежительно относилась к местному снобизму, как и вся наша команда. Но, конечно, половина удовольствия от шопинга заключается в поиске того, что хочется. Вот что бы ты хотела найти, Литл Пип? Кое-какие новые книги и резиновые пули. Вельвет Ремеди вздохнула. Ресторан был очень модным и наполнен какими-то важного вида пони. Я посмотрел на еду с оттенком депрессии. Не знаю почему, но я ожидала гораздо большего. Я надеялась на свежее зерно. Но вместо этого мы получили те же довоенные продукты, только по-новому приготовленные и сложенные в маленькие, но художественные порции. Не потребовалось много времени, чтобы съесть это. И я все еще была голодной. После завтрака мы разошлись. Каламити и Стилхувс отправились на поиски шефа Гримстара, надеясь приобрести пули и, возможно, какую-нибудь броню, которая подошла бы в Вельвет Ремеди. Костюм зебры-легионера хранился в сумках Стилхувса. Вельвет было не шибко приятно его носить, особенно когда мы проходили над могилами бесчисленных пони убитых зебрами. И я не винил ее за это. Но мне очень не хотелось его продавать или просто бросить. Он мог еще пригодиться. Мы с Вельвет пошли за покупками. В первую очередь за едой. В особенности потому, что я больше не намеревалась есть в ресторане, пока мы здесь. Взглянув на цены под рядами банок и коробок в продовольственном магазине, я съежилась. Может быть, нам стоит закупиться только на пару дней? Мы просто обязаны найти что-нибудь, если немного пошарим по развалинам. Вельвет Ремеди согласилась, но только потому, что имела другие намерения, касательно сэкономленных таким образом крышечек. Мы набрали немного припасов, потом единорожка подорговалась с продавцом, пока не сбила цену. Стоило нам выйти из магазина, как меня затащили в спа, чтобы, как настаивало Вельвет Ремеди, мы обе прошли полную программу ухода за телом. Поначалу я сопротивлялась и успокоилась лишь в сауне, почувствовав, как расслабились мускулы, пребывавшие в постоянном напряжении еще с моей последней ночи в стойле. Пара восхитительных спа-поний сделали нам совершенно неземной массаж. Это были лучшие крышечки, которые я когда-либо тратила. И по правде говоря, спа-кобыла, массажировавшая мою спину, начала меня заводить. И я слышала, что Флаттершай каждую неделю посещала одно из таких мест вместе с моей пра-пра-много-много протетушкой, призналась Вельвет Ремеди, когда спа-поний массажировала мои плечи. Я вдруг почувствовал себя очень неловко. Позже, когда мы бездельничали в грязевой ванной, мои глаза упали на книгу, что в одиночестве лежало на стульке. Из любопытства я пролевитировала ее к себе и прочла вслух. Принципы правильной речи пони. Корректируя наши мысли, мы корректируем речь. Я открыла книгу и посмотрела на детальную страницу. Внизу маленькими буквами было написано «Официальный гид от Министерства стиля». Я решила позже спросить с папони, могу ли я купить эту книгу. Мы возвращались в нашу комнату после самого восхитительного утра, которое у меня когда-либо было. И мое внимание было сосредоточено на недавно купленной книге, когда я столкнулся с жеребцом-владельцем сырного магазина, сбив того с ног. Моя книга упала на пол вместе с кучей коробок. Поднявшись, я начала извиняться и предлагать помощь. И тут мой взгляд упал на его кьюти-марку в виде кусочка сыра. — Ты! — Монтерей Джек встал и, отряхиваясь от пыли, ответил. — Ага, это ты. Невысокая серая единорушка, облаченная в изящный парадный костюм, подошла и взглянула на разбросанный сыр, затем на нас. — У вас тут проблема? — Да, этот пони пытался ограбить меня после того, как я спасла ему жизнь. — На этот раз я уже устраивал скандал, но мне было все равно. Вильвет Ремиди просто смотрела. Монтерей Джек стал собирать коробки, перевязывая их веревкой и игнорируя меня, будто я была маленьким тявкающим зверьком. — Это правда? — спросила серая единорушка, глядя на Монтерея. Монтерей только фыркнул. И, закончив перевязывать коробки, левитировал их к серой единорушке в костюме. — Извините, Хам Эйдж, мне придется вернуть вам на счет 10% за ненадлежащий товарный вид. — Да, это правда! — ответила я за бежевый единорога. Ну, конечно, его квитимарка была в виде сыра. Монтерей Джек заведовал сырным магазином. Пони-охранник в старой броне службы безопасности МТН и с установленным на боевом седле пулеметом направлялся к нам. Повернувшись к нему, я указал на Монтерея. — Сэр, арестуйте этого пони! Охранник осмотрел на собой их снизу доверху и спросил. — По какому обвинению? — Попытка грабежа! Охранник усмехнулся. — Цены у Монтерея Джека, может быть, и крутые, но это с большой натяжкой. Я покачала головой. — Нет, я спасла его от рейдеров, и он отплатил мне тем, что попытался меня ограбить. И, повернувшись к Монтерею, я добавила. — Они собирались переломать тебе ноги, если я правильно помню. Может быть, мне надо было позволить им это сделать? Охранник посмотрел на меня скептически. — Когда это было? — Я сделала паузу, а затем дважды перепроверила даты на моем пипбаке. — Три недели назад? Неужели это было всего лишь три недели? Я чувствовал, что была вне намного дольше. — Извини, — сказал охранник наконец, — но это всего лишь твое слово против его. И, честно говоря, так как ты не являешься гражданином Темпони, слово твое ничего не значит здесь. — Вы хотите сказать, что это ему просто сойдет с копыт? — возмутилась я. — Литл пип, — Вильвэт Ременди тихо сказала, успокаивши, положив копыта мне на плечо, — оставь это в прошлом. Возможно, он и пытался ограбить тебя, но ему это не удалось. — Я столкнул ее копыта и развернулась к Монтерею Джеку. — Так значит, ты будешь просто стоять там и отрицать это, не так ли? Ну так я... — Нет, — сказал он твердо. — Не буду... — Стоп! Что? — Монтерей? — Хамыч смотрел на бежевую единорога, ее покупки были моментально забыты. Охранник вдруг застыл. — Я ухаживаю за двумя жеребятами и кобылкой. Я должен был добраться до дома благополучно. А ты бы только зря перевела те припасы. Ты даже не была достаточно умна, чтобы обшманать трупы. Ты бы и неделю не прожила. — Очевидно, что нет, — прокомментировал Вильвэт Ременди. — Монтерей Джек, — грозно произнес охранник, — вы понимаете, в чем вы сейчас признаетесь? Монтерей фыркнул, глядя на меня. — Я не лжец. Я не стыжусь того, что пытался сделать. Обеспечить жизнь своих детей важнее какой-то глупой маленькой незнакомки, которой даже не хватает здравого смысла, чтобы не идти в лагерь работорговцев. Он оглянулся на охранника. — После того, как Кларнет была убита, у них никого, кроме меня, осталось. Охранник заржал. — Ну, наверное, теперь это не так. Вы знаете закон. Наказание за бандитизм — казнь. — Стоп! Что?! Вильвэт раскрыла рот в изумлении. Охранник нажал что-то на своем боевом седле, и я услышала, как взводится его оружие. — Прошу прощения, Монтерей Джек, но вы пойдете со мной. — Хм, я передумала. Я никого не обвиняю. Ничего не произошло. Охранник сердито взглянул на меня. — Извини, кобылка, но твои слова противоречат его словам. И, как я сказал, слово «не гражданина» здесь не стоит и грязи на копытах. Я ходила взад и вперед перед лифтом. Это было безумием. Они не могут убить пони за то, что тот попытался и не смог ограбить другого пони. Не так ли? Богиня, ну почему я не могла просто держать свой глупый рот на замке? Двери лифта отворились. Я отправила в Ливетре Миди изучать законы башни Тинпони, надеясь, что она найдет что-нибудь, пока я пытаюсь поговорить с диджей Понтри. Войдя в лифт, я добавила это к списку вещей, которые я хотела спросить у него. Если на то пошло, то почему сам Монтерей Джек не мог держать свой рот закрытым? В экрестрийских пустошах честность не всегда добродетель. Лив начал скользить вверх. Я сделала глубокий вдох. Я собиралась встретиться с диджей Понтри и не знала, чего ожидать. Я надеялась, что он желал бы поговорить со мной. Если же нет, то это был бы долгий, бессмысленный поход сюда. Ну, не совсем бессмысленный. Это была долгая прогулка для санитарно-курортного лечения. И все-таки она того стоила. Двери открылись, и я вышла из лифта в богатый мраморный холл, в центре которого бил фонтан. Огромный оликорн, сделанный из потемневшей от возраста латуни, вздыбился в моем направлении. На шее оликорна висело ожерелье с большим сапфиром, водным талисманом. Благодаря талисману в фонтане текла свежая чистая вода даже через 200 лет после апокалипсиса. Я вспомнила чистую, необлученную воду в наших ваннах и спа-салоне и задумывалась над тем, сколько же водных талисманов было в центре МТНИ. Сколько пони эти талисманы могли бы принести пользу. Холл обнимали две лестницы, ведущие на второй уровень этажа. Через ограждавшие его перила протянулась бронзовая надпись «Министерство тайных наук» Мейнхэттен. Позади фонтана находились большие двойные двери под надписью «Библиотека имени Твайлайт Спаркл». А на втором уровне над дверью висела надпись «МТН. Станция экстренного радиовещания». Только уполномоченные единороги. Я сделал глубокий вдох и шагнула к лестнице. Вторая пайра дверей лифта открылась за моей спиной. Я обернулась и увидела серую единорожку «Хомэйдж». Она вышла и осмотрелась вокруг. Я улыбнулась, стараясь не выглядеть нервной. «Ты здесь тоже, чтобы увидеть диджей Пон-3?» Единорожка кивнула. Она была примерно моего размера, единственная взрослая пони подобного мне телосложения из тех, что я встречала. Я махнула копытом, пропуская ее вперед. Она все-таки гражданин. Как только подъемник прибыл на нужный уровень, двойная дверь в С-Э-Р-М-Т-Н едва слышно отворилась, напомнив мне историю бродячего торговца о призраках Мейнхэттена. Внутри находилось множество мейнфреймов и целые стены, увешанные мониторами, отображавшими с высоты птичьего полета, ну, в общем, очень большую часть площади Эквистрийской пустоши. Пока я разглядывал мониторы, Хомэйдж процокала мимо. После нескольких поисков я нашла на одном из мониторов новую плузу. «Впечатляет, не правда ли?» спросила Хомэйдж. Я кивнула, заметив, что в то время, как у большинства экранов были четкие изображения, несколько мерцали или имели искаженные картинки. Часть экранов вообще ничего не показывали. «Вы были здесь раньше?» «Ох, несколько раз!» Она подошла к панели с кнопками и нажала одну из них копытом. Развернувшись, она подбежала обратно к центру комнаты, где из пола поднимался микрофон. «Доброе утро, жители пустоши!» закричала Хомэйдж в микрофон. Ее голос теперь был мужским и очень знакомым. «Как ваши дела?» «Это ваш приятель, Диджей Пон 3, и сейчас время для...» «Правильно, время для кое-каких новостей!» Я села на круп и уставилась на нее широко открытыми глазами. До меня дошли слухи, что владелец сырного магазина башни Дэнпони Монтера и Джек был арестован за то, что решил, что ограбить спасителя есть адекватный ответ на доброе дело. Помните, что я все время говорю вам, мои маленькие пони, относитесь друг к другу с добротой и уважением, а иначе ждите, когда содеянное цапнет вас за хвост в ответ. «И к другим новостям! Наконец-то кто-то прибыл починить мой тостер! Аллилуйя! Время завтрака! Проведем утро под сапфиру шорс!» Десять минут спустя я стояла на обдуваемой всеми ветрами крыше башни Дэнпони. Хаммэйдж отрегулировал драгоценный камень в центре одной из тарелок для радиопередачи. Я вглядывал из серого лабиринта Мейнхэттена. Отсюда я могла видеть здание другого министерства, значительно более разрушенное, башню подковы и даже статую пони Дружбы в гавани. Далее, насколько хватает взгляда, простирался лишь восхитительный синий океан, постепенно скрываясь под завесой тумана. «Иронично, не правда ли?» — спросила Хаммэйдж. Ее голос снова был нормальным. Мне сказали, что статая была подарком зебр еще до войны. Я повернулась, чтобы посмотреть на нее, но увидела что-то далеко на горизонте. Это привлекло мое внимание. Игольчатая белая башня, выросшая до облаков. Я моргнула, понимая, что видел ее раньше, но не там. Раньше я видел ее издалека, но это было... Я повернулась, посмотреть туда, где же должна была быть башня, и увидела ее. Их оказалось две. Я достала бинокль и медленно повернулась, осматривая горизонт. Похоже, я заметила третью, торчащую вдали из-за гор Старой Эплузы. Сколько же этих башен всего? Вижу, ты их заметила, обронила Хаммейдж. Я опустила бинокль. Что это за башни? Без понятия, призналась Хаммейдж. Что-то довоенное и действительно сложное. Я точно знаю, что у каждой из них пункт управления в основании, и камера наблюдения примерно на третьем пути вверх. Диджей Пон 3 удалось взломать одну из них. С помощью техкамеры отчетов от лояльных слушателей, каждый диджей Пон 3 старается держать пони проинформированным об опасностях, поднимать им настроение рассказами о героях и дает знать, что в целом происходит на пустошах. А также ставит красивую музыку, чтобы помочь сделать жизнь более терпимой. Это все, чем я могу помочь остальным. Но похоже, как я не стараюсь, изо всех сил это все равно капля в море. Я посмотрел на Хаммейдж с изумлением, граничащим с благоговением. Ты же, напротив, можешь сделать гораздо больше. Им не нужна твоя помощь. Заметка. Следующий уровень. Новая способность. Так это делается на ферме. Ваши критические атаки стали более разрушительными. Урон от критических атак, в том числе при скрытых атаках, увеличен на 50%. Данная способность не влияет на вероятность критического попадания. Спасибо.